вот что будет потом а нет мы не дошли знаете здесь еще одна фотография не выдержал поливкина то есть несколько человек они самые зловещие люди знаете почему я еще скажу пару слов она я впервые напал на неё без мата просто объяснил у неё 900 тысяч просмотров так по уничтожению дерева прямом смысле я все это как сказать выложил и причем одной ссылок ну здесь со злостью прям на его канале что вы думаете с реагировала а как же мы будем не резать когда эти самые плоды будут лежать на земле и гнить господи ты посмотри какой ты придумала это не придумала а брала готовая схемы дебильная интернета и это было потом когда уже не 900 было тысяч а 2 миллиона где-то 300 тысяч то есть и и не смог убедить как идет время смотрим бах опять смотрите давно ли это снимал 24 июня 23 года это сколько дней назад вставляйте опять ролик что будет сейчас что написано спасаем дерево с поверзенных сейчас она будет обдирать его не кочегары мы не плотники в общем как без мата я не знаю выставлять сейчас она будет это обдирать учить обдирать у нее ангельский голос таким голосом можно и это это прямо ангельским голосом учить убивать деревья ох не повезло людям так поехали дальше с этим мы разобрались вот теперь что такое паноптику я собираю паноптику сразу справочка это музей коллекция разнообразных необычайных предметов восковых прибор причудливых живых существа редкости и он показывает единственной мере паноптику это очередное пополнение в коллекции единственной мере паноптику мужели за как я себя сам назвал самозванным патологоанатом садоводстве садовый патологоанатом посмотрите вы видите эту раду увидите к чему они приводят а поливкина вы понимаете что важно там спросят на том свете мы все время не один из нас нет вечно все там будет ну и спросят зачем ты научилась 2 миллиона сейчас примерно где-то два с половиной миллиона людей вот если такие везучие мне бы столько просмотров и все благодарят за то что вы научили их деревьев но почему нельзя вот это увидеть один раз ужаснуться и запускать сейчас немедленно уничтожай этот ролик все равно уже за деньги а уже очень популярный ролик значит вы еще там чем-то торгуете попутно тогда понятно тогда вам нельзя прекращать это эти самые страшные советы вот это есть паноптику это мой сад это так уж у меня получилось одно из деревьев резал-резал на черенки при воде надо вам черенки продавать это королевский абрикос ну вот такой получился ну что я могу сделать он снизу оброс оброс вот мы еще вернемся к этой теме обрастанию а здесь я просто все не болту я сказал что я не режу нижние значит не режу баса идем дальше хотя это подвойные вот эти нижние ветки подвойные здравствуйте это я получил такое письмо с недоумением здравствуйте я понимаю что они дают глюкозу корням мы но они берут начало ниже подвоя и выглядят как кустарники я много смотрела ваши ролики вас такого нет вы догадались как-то нет есть теперь давайте расшифровать и так если нижние скелетные ветки я говорю они приносят огромную пользу я расшифрова потому что человек может не может сходу раз это мне кажется и все понятно смотрите что получается есть у человека садись абрикос не знаю что он откуда вот сбоку толстая ветка он начал обрастать но тут хитрость том что есть наверное если прививка ниже то наверное вот это все таки веточка приводит ее ни в коем случае ни в коем случае убирать нельзя и пусть себя растет привойная культурная выше прививки ну допустим выше прививки тогда все складывается нормально тут какой вопрос но дело в том что у нее она обратила внимание кстати на холл посадил на все виде ветка одна вылезла и самого ниже прямо с камней такое сейчас и случается и она сейчас она подвольно и считает что все расставлять после от кустом придет письмо а у нее это не только одно дерево я выбрал просто так которая самая наглядная фотография что делать я говорю ну допустим отрежите на статья 50 сантиметров я еще вот так показал почти видите 50 метров отрезали все целиком отрезать нельзя в тарану попадет уже мороз или сырость и начался мнение и так далее вот на конкретный пример объяснил выше прививки не трогаем ниже прививки оставляем пенек пенек это святое мои ученики никогда больше обрезка на кольцо делать не будут своей жизни идем дальше но некоторые мои наблюдения за вот эту фотографию это вы знаете до 10-12 опрыскивания за лето придумали разные люди я мне же покажу ахните вы будете в ужасе при этом чертова скупить весь магазин представляете и больше мод заняться нечем колесить почву перекапывать прыскать я вам потом ниже покажу я не я это придумал для вас придумано ну вы такие богатые что вам надо магазин еще скупить и вот я просто подхожу к череша привитая на вишню где не гляну он это муравей этот муравей он с крыльями здесь плохо видно я как не пытался дарапировать крылья не получился от сам центр а маленький муравишка тут их два типа вот он муравишка и самое главное царица божья коробка дело в том что на эту черешу напали я вот и вот и она пытается выдержать какое-то равновесие для чуть ниже тут уже один муравей 2 плохо видно ладно как мог следующее опять божью коробку видим видим вот это вот создание видим может быть это какая-то молодая оса которая недавно вылупилась увольна похоже представляете а вверху вон она для уже поселилась и передо мной дилем ну что все запрыскиваем зарем этим ни божьей коробки не будет смерти и вот и оса вот она молоденькая ребенок за ну как можно ребенка то обижать как можно я как водопонять голове не укладывается ну и заодно и эти муравьи погибнут и тля погибнет но я пытался понять сам себя вот еще один пожалуйста я просто не для вас защитники есть все как положено вот и тогда я сказал себе вот еще буду следить перед еще пол лета сегодня 3 июля даже больше пол лета если брать календарное лето то получается что я потом покажу погибнет и через это раз я не прескал не погибнет через все таки вещь каприз на сибирь вот так вот посмотрели идем дальше 17 июля нет все нас июня скоро середина лета продажи продолжаются и нету на их одесса вот и хихихать надо ведь работали это киргизстан работали 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 вырастили а их так никто не купил привезли вы это извините за выражение не самую богатую республику в стране одна из самых бедных это официальные данные бедных соответствующие зарплатами радоваться и огорчаться что люди не заработали денег они бы все равно погибли бы до зимы бы дожили видите зеленые стоят большая часть дожила бы зиму бы не переживали киргизия минус 20 предел вот это есть но естественно никаких данных погонах которые бы запретили тоже этого нет никого голову не придет запрещать а случилось страшное случилось страшная вещь я здесь не могу вам показать я не могу вам показать надо быть отдельно фотографии сейчас только буквально за минуты до вебинара товарищ по имени сергей 200 километров севернее красноярска у него погибает яблоневый сад посмотрел на фотографии на эти страшные болезни я сказал себе спасти его невозможно только топор два приема можно еще продлить агонию на два отрезок пока только зараженные его право выбирать или сразу топор но жить они не будут дело в том что бактериальная болезнь вот кто их завозил и в общем она распространяется это был раньше а пока не начинал самая такая место где больше всего импорта завозится и вот даже сейчас полезно все стороны уже есть и в Иркутской области уже есть и в это самое на Кузбассе и добралась уже чуть-чуть это без кадров севернее Красноярска это не шутки в общем с яблонями мы расстаемся постепенно вот это проблема которая никого не волнует и только констатировал